Друзья, всем привет! Мы с вами начинаем новый влог. Я в пробочке утренней, в своей привычной. Скучно стало. И я решила заснять. Сегодня у нас, как вам, наверное, видно, солнечная погода. Вчера у нас практически весь день лил дождь. Сегодня уже выглянуло солнышко. У нас начались ремонтные работы на дороге. Это единственная дорога, которая связывает нас с городом. Я вам сейчас покажу. Тут уже начали как-то землю по бокам разгребать, разравнивать, наверное. И пока все, наверное, в ожидании, что же это будет, как это будет вообще все проходить. Потому что если перекроют эту дорогу, непонятно вообще, как мы будем добираться до города. Мы прямо на минимальном расстоянии от города Казани, наш поселок. Вот. То есть в пяти минутах прямо, как Казань кончается, и тут же, получается, наш поселок начинается. Но при всем при этом нас связывает одна нормальная дорога до города. И вот это очень проблематично. Здесь все время пробки, здесь постоянные ямы. Вот нам обещали ремонт этим летом. И вот он, наконец, начался. А как они будут его проводить, это уже очень интересно. Посмотрим, как они будут перекрывать дорогу. Потому что если они просто перекроют дорогу, это будет кошмар и ужас. Ну, на работу можно просто даже не выезжать, потому что мы не будем добираться до работы. Сейчас вам покажу, какие тут работы уже ведутся. У меня есть небольшое заявление. Я решила объединить все свои каналы в один. Я очень долго на эту тему думала, вообще размышляла. И я понимаю, что меня начинает угнетать тот факт, что у меня как бы три канала. Книжный канал, блоговый канал и бьюти-канал. И я везде стараюсь, ну, вообще я по сути своей перфекционистой, я везде стараюсь быть лучшей. Не знаю, как правильно телефон поставить. Надеюсь, меня будет слышно. Я везде стараюсь быть лучшей. Лучшей, да, ну, как бы вовремя видео выкладывать. И получается из-за того, что три канала одновременно вести, ну, довольно проблематично, с учетом того, что я все-таки работаю. Нашла свою селфи-палку. Без нее довольно проблематично снимать, как выяснилось. Вот, и получается, что в связи с тем, что одновременно три канала, и везде я хочу вовремя выкладывать видео. Для того, чтобы его выкладывать вовремя, его нужно снимать вовремя, нужно готовить контент для каждого из каналов. Извините, вас немножко потрясет, потому что, ну, здесь, как бы, и пробки, и дороги ужасные. Еще и штатив. Не штатив, а селфи-палка в руках. Вот. И я понимала, что, вот, например, на книжном канале, вот, насколько бы не было у меня много идей для этого канала, я выкладываю видео два раза в месяц. Причем это, знаете, какие видео. Это книжные покупки и прочитанные за месяц. Но это не есть правильно. Я книжный канал создавала не для этого. И плюс еще поняла сейчас, ну, то есть вчера как раз-таки поняла, что я начала читать, вот уже, ну, как бы, в прошлом месяце, для того, чтобы мне было что-то снять, да, то есть, чтобы было что-то снять на книжный канал. Я и поэтому читаю, читаю, читаю. То есть иногда не когда у меня есть желание, а для того, чтобы мне было о чем рассказать, было о чем снять ролик. Вот. Поэтому я, ну, два видео в месяц книжной покупки прочитаны. Это вообще, это что такое? Я не об этом мечтала, я не этого хотела. И я понимаю, что это не тот идеал вообще, не тот, не знаю, ну, не то видение канала, наверное, которого я хотела. Плюс к тому влоги. Влоги сейчас вроде в последнее время у меня как-то еще и снимаются, ну, более-менее, да, как-то с периодичностью. А были моменты, когда я месяц вообще ничего не снимала. И понимаю, что месяц у меня не выкладывается ничего на влоговый канал. И опять меня это беспокоит, опять меня это раздражает, меня это бесит, потому что, ну, я заводила канал для того, чтобы его развивать. И я не получаю отдачи ни психологической, так как я сама собой, получается, недовольна. Ну, никакой отдачи не получаю, ни просмотров, потому что, ну, кто будет подписываться на канал. Я, например, когда нахожу какого-то интересного блогера, я захожу в его видео и смотрю, когда было последнее видео, например, да. И вообще, в принципе, с какой периодичностью выходит видео. Потому что если последнее видео было два месяца назад, ну, смысла подписываться на данного блогера я не вижу, потому что, ну, потому что новых видео у него нет, да. Или, там, пять месяцев назад он последнее видео снял. То есть все, да, он канал свой не ведет, смысл на него подписываться. Либо если я вижу, что выходит видео раз в месяц, это для меня тоже не очень интересно. Ну, если, например, влог. Влог интересен, ну, когда, в принципе, да, когда постоянно что-то меняется. То есть это либо ежедневная съемка, либо вообще, как бы, люди, зрители следят за развитием сюжета, развитием событий в твоей жизни. Если это раз в месяц, при всем при этом, ой, мы тут погуляли, тут я уборочку сделала, там, тут я что-то приготовила. Кому это интересно вообще? В чем смысл таких видео? Вот, и сначала у меня пришла идея, извините, да, у меня только опять болтологическое видео начинается. Я пришла, сначала пришла у меня идея на то, чтобы влоговый канал убрать, ну, как бы на бьюти-канале сделать. То есть влоги выпускать на бьюти-канале. И потом я, когда вот в книжном канале уже тоже в своем начала копаться, я тоже увидела и заметила, что... Прокурсов, конечно, очень красиво. Света не хватает. Я заметила, что вот два видео в месяц выходят, и мне это тоже не нравится, и подумала, что, наверное, это более проблематично, книжный канал на бьюти переносить, ну, то есть объединять, да, но все-таки этого того стоит, это нужно сделать. Поэтому сегодня у меня выйдет первое книжное видео на бьюти-канале, сегодня 12 мая, и буду наблюдать, буду смотреть, вообще, что из этого получится, какой будет результат, какой будет итог, очень интересно. И тут еще плюс в том, что, например, если у меня влоги сейчас тоже на бьюти-канале, плюс в том, что я, прочитав какую-то книгу, например, да, я могу прям тут же с ней во влоге поделиться ею, да, а потом, может быть, да, я с нему какое-то общее, прочитанное за месяц, но могу делиться своим мнением. Мне спустя месяц, когда у меня месяц заканчивается, я иногда забываю уже вот эти все эмоции, то есть я не забываю книгу, но я не могу пережить уже вот эти все эмоции, которые я испытала, когда я книгу только-только дочитала. А здесь у меня будет возможность, дочитав книгу, во влоге с вами уже этим поделиться. Ну, и подводя итог, скажу, что не знаю, чем это все закончится, не знаю, насколько это будет эффективно, правильно. Я об этом сейчас не думаю. Я понимаю, что мне нужно с этим что-то делать, мне нужно принимать решение, потому что, и, кстати, это никак не связано с тем, что монетизация есть или нет на канале. Вообще, с монетизацией у меня на бьюти-канале тоже нет, поэтому здесь сейчас речь вообще не о деньгах ни в коем случае. Вопрос в том, что я сама собой не удовлетворена, я недовольна, и мне нужно что-то с этим делать. То есть я выявила проблему, вот в этой части своей жизни, да, в творческой части. Понимаю, что для того, чтобы ее решить, для того, чтобы мне комфортно все-таки вот этим заниматься, мне нужно что-то делать, принимать решение. Вот такое сложное решение, потому что я всегда была за то, чтобы каналы были разные, видела, что влоги смотрятся, да меньшее количество людей, например, чем какие-то обзоры косметики. Но, наверное, без этого не обойтись. Так что не удивляйтесь, что на моем бьюти-канале теперь еще не только влоги, но и книжные видео. Так, очень трясет. Ладно, я отключаюсь, потом вам включусь и покажу уже дальше, чем я занимаюсь, что со мной происходит и вообще как у нас дела. Так, ну что, сегодня воскресенье и как обычно у нас по выходным очень частенько так оказывается, что заглянув в холодильник, я обнаружила, что у нас нет ни яиц, ни овсянки. Ой, это тут еще шастает. И, соответственно, пришлось сделать заказ в доставку, в пятерочку. И давайте покажу, что я заказала. Я заказала овсяные хлопья экстра. Беру обычно вот такие, чтобы хорошо, вернее, не чтобы хорошо, чтобы быстро они варились 3-5 минут. У меня и как бы дочь овсяный блин делает, и сын кашу овсяную любит. Поэтому этот продукт у нас должен быть всегда в наличии. Осталось там у нас сейчас по факту чуть-чуть, поэтому я с запасом взяла. Дальше заказала яблочки. Вот здесь некий такой конфуз вышел, потому что я заказывала Грэнни, а мне привезли Голден. Я сейчас буду писать отзыв, потому что не те яблоки мне привезли. Дальше бананы. Вот опять я не рассчитала вес, потому что полкило заказала, и опять я забыла о том, что полкило это 2 банана всего. Надо было килограмм минимум заказывать. Кошмар. Как-то что-то с томатом на полкило, и все. И вот 2 банана теперь у меня лежит. Дальше томатики. Я вот уже пакетик скрыла. Один уже сейчас в использовании ушел на яичницу мне. Вот полкило томатиков я взяла для салатика. Я обычно много томатов не беру. Вы знаете, у меня как-то бывает так, что они пропадают. Я забываю, допустим, сделать там один салат, если много томатов взяла. И останется 2 помидорки. Они остаются, я просто забываю, и они потом не согнивают. Поэтому я беру часто, но по чуть-чуть. Дальше лимончик. Лимончик один заказала, и оказалось, что в холодильнике, как кажется, один есть. А дочь недавно покупала. Так, дальше взяла мяско. Это окорок свиной, слово мясника. Вот такое мяско. Хочу сегодня сделать гуляш с картофельным пюре. Дальше у меня здесь огромный пакет. Я заказала грунт. Вчера заезжала в Мегастроч, я вам покажу, что я там купила. Я вообще заезжала за землей туда, но оказалось, что там земля только по 2,5 кг. Я, конечно, взяла пару пакетиков, но мне надо было вообще намного больше, мне цветочки надо пересаживать. И сейчас, когда я делала доставку, увидела, что есть в наличии грунт, и заказала сразу, по-моему, 4 штучки, что ли. Да, раз, два, три, 4 сразу земли, как раз таки, чтобы не таскать, не тут самой не везти. Так, дальше молочко для картофельного пюре, и чтобы на кашку хватило еще. Дальше здесь у меня йогурты. Я взяла 2 активия, одна с клубничкой, одна с трубями и злаками. Не взяла 2 донизима, один у меня уже ушел. Уже дочь позавтракала только что, не успела вам показать. Дальше сырочки. У меня там, по-моему, 1 или 2 еще в наличии есть. Я 2 всего взяла. Молочную речку. У меня сырочки кушает сын перед школой, утром с чаем. Ну, как завтрак получается. Дальше молочко. Очень важно корова топленая. Очень любим в кофе добавлять. И взяла фарш домашний. Ресторий он был по акции. Я хочу сделать сегодня супик с фрикадельками. Сегодня на ужин планирую себе приготовить. Не себе, а всей семье. Это получается суп с фрикадельками. И, наверное, с рисом, либо с домашней лапшой. Потом будет, как я уже сказала, гуляш. У меня с мятой картошкой. И хочу сделать салатик. У меня есть огурец, у меня есть редис, у меня есть зеленый лук. И вот мне только не хватало томатиков. В томатике я сказала, сделаю салатик. Думаю, дня на 2, на 2,5 мне точно хватит сегодняшних приготовлений. Дальше яйца куриные взяла. Сразу 30 штук. Они у нас очень хорошо идут. Это у нас категория, по-моему, ЦА1. Вот здесь уже парочки нет. Потому что с утра, как я сказала, ни яиц, ни овсянки, ни молока вообще ничего не было. Ну и батон подмосковный, нарезанный. Вот. И получается, смотрите, вот это... Сейчас попробую вам прям максимально показать. Вот куда-то туда еще влез. Вот это моя закупочка. Она обошлась в 1500 рублей. Ну, как вам сказать. В принципе, наверное, опять-таки по текущим ценам неплохо. Потому что, в чём того, что здесь есть все-таки мясо, фарш. И кусок мяса есть, из которого гуляш будут делать. Ну, грунт это вообще как бы по минимуму. Ну, фрукты по минимуму, да, овощей вообще практически нет. По большому счёту, это, ну, грубо говоря, на один раз приготовить, поесть. Да, то есть, ну, хватит там на два, на три дня. Там суп, второе, салатик. Ну, какие-то такие вот вещи в плане... Ну, таких перекусов, да, то, что можно. Про хлеб, яйца вообще не говорю. Ну, вот так вот ничего особенного и нет. Ну что, хочу вам показать то, что я купила в Мегастрое. Во-первых, вам покажу вот такое средство. Я беру в первый раз. Это Агроперлит. Вот какая-то мошка летает, цветочка. Видим, я, кстати, прошлую бегонию тоже принесла с мошками. Вот. Так, Агроперлит. Это у нас, в общем, получается средство, которое обогащает почву кислородом. Честно говоря, я, конечно, видеть-то видела, но никогда не задумывалась, никогда не собиралась покупать его. Ну, увидев этот раз на полочке, я решила попробовать. То есть, я так понимаю, такие мелкие частички. Что-то, может быть, в виде пенопласта или какого-то подобного средства, какие-то камешки, которые позволяют не образоваться комочком. Ну, то есть, землю разрыхляет. Вот, хочу попробовать. Я буду цветы пересаживать. И обязательно вот эту штуку добавлю. Дальше, получается, у меня здесь два упаковочки земли. Земля вся. Почему-то ты хотела большой взять объем. Там, не знаю, литров 10, там, может быть, 20. А они все по 2,5 литра. Всего вот такие маленькие упаковочки. Взяла фикус для фикуса. Вот такой у меня и такого конкретно фикуса нет. У меня есть пальмочка, которую я хочу пересадить. Я думаю, что данный грунт должен подойти для нее. И бегония. Потому что бегонию я в последний раз покупала в Леруашке. Я вам показывала в прошлом влоге. Сейчас покажу, как она сейчас выглядит. Это прям небо и земля. Она вся расцвела. У нее прям облако из цветов. Мне очень она нравится. И я вот купила грунт. Нужно будет ее пересадить уже в свой горшочек. Ну и, конечно, как вы понимаете, у меня вот этими покупочками не обошлось. Я себе еще цветочки купила. Первый цветочек это тоже бегония. Уж настолько мне понравилась прошлая бегония, которую я покупала в Леруашке, что я решила себе еще одну взять. Но я ее взяла, вы знаете, из уценки. Я частенько, если есть такие отделы с цветами по уценке, я частенько туда захожу. Мне их очень жалко. Я понимаю, что это цветы, как бы, приготовленные на смерть, что ли, наверное, так можно сказать. Их очень жалко. Я понимаю, что если их, как бы, не купят, они просто их выкинут. И поэтому я, ну, самые-самые убитые, естественно, не беру. Я беру что-то такое более-менее. Вот взяла еще одну бегонию. Она у нас должна цвести такими белыми-зелеными, наверное, цветочками. Вот этот цветочек один должен развести. Один уже был, один уже расцвел, но отпал, да, до того момента, как я ее начала снимать. В принципе, она неплохо выглядит, конечно. Посмотрим. Нужно будет за ней понаблюдать, посмотреть. Надеюсь, что у нас с ней все получится. Надеюсь, что все будет у нас хорошо. Вот такая красавица. Вот еще один красавец пришел. Стефан. Стеф, 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 Стеф. Стефан. Вот, вот ты моя лапка. Ой. Обожаю свою слющего кота. Вообще не дается ни трогать, ничего. Ну, все, пошло. Процесс. Знакомство. Не трогай, ладно? Стефан. В принципе, у меня только пальму жрет. Трогай. И второй цветочек я уже взяла не из оценки, взяла как бы из обычной категории. Это фуксия. Стефан, прекрати. Это фуксия. Она уже, ну, такой маленький горшочек, небольшой такой кустик, по сравнению даже с этим кустиком. И, посмотрите, у нее уже есть бутончики. То есть она скоро-скоро, сейчас вам поближе покажу. Она скоро-скоро будет цвести. Вот она вся в этих бутончиках. Ее пока пересаживать не буду. Вообще вот эти два цветочка пока пересаживать не буду. Они только-только приехали ко мне в дом. Поэтому они у меня сейчас так вот постоят. А вот прошлую бигоню, я вам сейчас покажу, как она выглядит. И я ее уже хочу пересадить. Потому что она уже, ну, как мне кажется, прижилась в моем доме. И должно быть все нормально с ней. Вот, хочу вам показать ту бигоню, которую я купила в прошлый раз. Я вам в видео, во влоге показывала. Сейчас название найду. И скажу, как она правильно называется. У нее было достаточно мало цветочков на тот момент. И посмотрите, как она сейчас выглядит. Посмотрите, какая красота. Она вся-вся-вся в цветах. Вся. Посмотрите. Я просто от нее обалдею. У меня никогда не было бигоней. Я как-то раньше все на декоративный лист смотрела. Цветочки, да, в мой взгляд, падал. А потом стала смотреть на цветущие. Мне очень нравится. И я прям безумно довольна. Но самое главное, чтобы у нас все получилось, чтобы у нас не было никаких проблем. И чтобы она дальше меня радовала своими цветочками. Давайте еще поближе вам покажу эту красоту. Смотрите. Потрясающе.